Основная проблема, которую уделили особое внимание на седании – приватизация жилья в Крыму и Севастополе. Жители полуострова могли бесплатно приватизировать комнаты в общежитиях и квартиры в многоэтажках до 1 марта 2017 года. Большинство еще не сделали этого из-за проволочек с документами, и очевидно, что оставшихся трех месяцев им не хватит. К нами подготовлена законодательная инициатива с целью продлить этот срок для крымчан до 1 марта 2019 года. Вы понимаете, таких проблем, которые являются актуальными для Крыма, которые волнуют крымчана, которые требуют законодательного регулирования, в том числе нефедерального законодательства, достаточно много. Следующая наболевшая тема для обсуждения – скифское золото и другие музейные ценности, которые пока не вернулись на родину. Депутаты думают о том, как решить эту проблему, чтобы крымчанам не приходилось ехать за границу, чтобы увидеть артефакты своих предков. У народа есть и другие вопросы, которые они адресуют избранникам в Госдуму. Общественная палата помогает донести суть проблем. Для нас это авторитетный орган, через который мы, в свою очередь, можем обращаться к гражданам, и через который граждане, общественность, могут обращаться к нам. И я думаю, что сегодня мы как раз наметим целый план работы, как мы в дальнейшем. Это первое собрание, у нас установочное собрание, и дальше мы будем решать, как мы это будем делать. Обращения крымчан в общественную палату не повиснут в воздухе, обещают депутаты. Проблемы проанализируют, определят наиболее существенные и реальные для исполнения. Чтобы решить самые актуальные, Госдума вместе с общественниками пересмотрит некоторые федеральные законы и даже предложит новые. Как видно, вопрос по приватизации жилья уже начали решать. Значит, такая система имеет право на существование. Мы провели большую подготовительную работу, обратились с рядом палаты. Они встречались с некоммерческими общественными организациями, пошли в народ. И у нас есть целый список вот таких необходимых действий. Похожая система была и в Советском Союзе. Называлась она «наказом избирателей». Идея заключалась в том, что население через компетентные представительные органы давало поручения своим избранным депутатам. Никита Егоров, Александр Рыбин, Служба новостей и ТВ.